Это был обычный рабочий день. Водитель ехал по маршруту, как вдруг на его глазах случилось происшествие. Человеку стало плохо прямо на дороге. Он упал и разбил голову. Сегодня в программе лица химок водитель автобуса номер 345 МОЗ Трансавто Иван Петров. Именно он первым пришел на помощь пострадавшему. Эта история облетела социальные сети. Настоящий пример доброты и участия. Иван Сергеевич, расскажите о том случае, когда человеку стало плохо, почему решили помочь и вообще как все происходило? Я двигался на маршруте на 345 МОЗ Трансавто Химки, метро Ховрино. И когда уже съехал на Абусиновскую эстакаду, подъезжая к метро, образовалась пробка. Я начал двигаться по общественной полосе. На этой полосе я оказалась стоящей на аварийке такси. Я начал объезжать, завершал маневр, перестраиваясь обратно. И навстречу идет мужчина с баклажкой. Ну и подумал сразу, что это таксист. У него закончился бензин. Там неподалеку заправка в Газпром. И он как шел, неожиданно потерял сознание. То есть прям солдатиком упал. И вот то, что прям его боли, я как будто через себя все пронес. И не задумываясь остановился. Пассажир пересадил попутный автобус в нашей компании. И все, подождал скорую помощь. Он, правда, потом пришел минут через 10-15 в себя, хотел уехать. Но там еще другой водитель остановился. И он забрал у него ключи. И приехал минут через 10 скорую помощь. И мы его передали. А как вот отреагировали ваши пассажиры на такое происшествие? Что вот они как-то были? Ну, одна из пассажиров как раз осталась со мной. Она звонила в скорую помощь. Вот. Другие... Ну, некоторые говорили, не трогать его лучше. Поэтому я, кстати, держал тут в голове. Так, в таком положении, чтобы не навредить. Ну, так, спокойно потом они пересели. Я их пересадил в другой автобус. А какие вот вообще у вас инструкции есть на случай каких-то вот экстренных ситуаций? Существуют ли они вообще у водителей? Конечно, существуют. В первую очередь надо звонить диспетчеру, сообщать. Оно уже дает дальнейшие 10 какие-то. А вы успели позвонить? Да. Я прям все сразу. И позвонил, и пересадил. Вообще было ли страшно вот что-то делать с человеком, который упал? Ну, страшно не было. Просто хотелось быстрее помочь. Данный поступок, я считаю, должен быть рядовым. Каждый человек должен так поступать. Иван Сергеевич, у вас были еще в вашей работе какие-то экстренные ситуации? Может быть, похожи на эту? Это первый случай только. Иван Ветров работает водителем уже пять лет. Сначала пришел к кондукторам, потом прошел водительские курсы. В Мостранс автор работает и его супруга. Настоящий семейный подряд. Работа водителя определенного рода искусства. Нужно и за дорогой следить, и с пассажирами взаимодействовать. На вопрос о том, как удается справляться с негативом, Иван Ветров отвечает с улыбкой. Ну, я спокойно просто сам по себе человек. Поэтому переношу нормально. Как начинается ваш рабочий день? Прихожу на работу, беру путевку у диспетчера, затем прохожу медицинский осмотр, давление, температуру, алкоголь. Осматриваю автобус, готов на линию, проверка антифриза, масло. И потом получаю документы и подписываю на механик путевой лист. Коллектив, как рассказывает Иван Ветров, дружный. Больше трехсот человек. Когда приходят новые сотрудники, все помогают. Как и Ивану, когда он только начинал свой путь, новичкам нужна помощь и поддержка от опытных коллег. Что вы пожелаете водителям, которые только начинают свой путь вот в этой профессии? Быть внимательным за рулем, особенно на пешеходный переход. И попросить пассажиров не бросаться вне остановок под автобус. Потому что они очень часто любят махать, чуть ли не под колеса бросаются. Иван Сергеевич, спасибо вам большое за беседу и за ваш поступок, который спас жизнь человеку. Иван, спасибо. В таких случаях нельзя оставаться равнодушным.